Привет друзья! В сегодняшнем ролике я прокачаю свой старый молоток, используя идеи, которые я нашел в интернете. Вот мой старенький молоток, который мне достался по наследству. Ручка конечно подуставшая, так что я ее заменю на такую вот новую. Но для начала займемся самим молотком. У китайцев подглядел одну интересную идею. Попробую ее воплотить в жизнь. Сделаем небольшие пропилы. Закрепим маленький неодимовый магнит. В принципе он и так хорошо держит, но все же лучше приклеить. Обезжирим спиртом поверхность. Для лучшей и более надежной схватки с поверхностью, пересыпем клей немного содой. Теперь отложим все это дело и займемся ручкой. Для ручки нам понадобится вот такой дюбель с таким болтом. Не знаю как он правильно называется. Если что, подскажите в комментариях. Эта гайка нам не понадобится. Дюбель у нас восьмерка. Отрежем лишнее. Теперь сделаем пропил в уголовке болта. Делаем отверстие в тонкой части ручки. Сверлом шестерка на всю длину болта. Теперь нам нужно увеличить отверстие сверлом восьмеркой на длину дюбеля. Сбоку сделаем отверстие вот под такую бочковую гайку. Теперь подгоним ручку под головку молотка. Сделаем два пропила на половину расстояния, той части ручки, что будет находиться в головке. Новая ручка слишком длинная и поэтому я ее укорочу. Ну все, собираем наш молоток. Насадив головку, аккуратно завьем дюбель и закрутим болт. Кстати, бочковую гайку я немножко укоротил. У нас получается вот такой вот распор, который не позволит головке втетать или болтаться. Ну как же без всем известного лайфхака с магнитом в ручке. Только я не стал клеить его на горячий сок или снаружи, а сделал все более конкретно. Теперь покроем ручку морилкой и пропитаем машином маслом. Вот что было и вот что стало. Проведем небольшой тест. Ха, смотрите, работает. Вот же хитрые китайцы. Что только не придумают. Правда, маленькие гвозди так не забьешь. А под большие пропилы нужно сделать чуть шире. Ну а окончательный результат, как всегда, покажет время. А на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok